здравствуйте с вами подкаст стало ясно место где мы совместно с экспертами обсуждаем вопросы психологии меня зовут ведмитская дарья я клинический психолог и преподаватель и сегодня у нас в гостях никита кочетков доцент факультета социальной психологии здравствуйте никита здравствуйте и сегодня мы поговорим на мой взгляд на супер волнующую тему это профессиональное выгорание кто сейчас только об этом не говорит не пишет мне кажется после депрессии это второй самый популярный самовыставляющийся у людей диагноз никита скажите пожалуйста вообще диагноз насколько я знаю профессиональное выгорание воз утвердили только в 2019 году раньше раньше люди не выгорали жили лучше или как так получилось исследование профессионального выгорания появились где-то в середине 70-х годов и вот мы получается знали о нем как минимум полвека но действительно наука официально стала признавать выгорание как диагноз только недавно в последнем пересмотре на международной квалификации болезней просто наверное потому что наука не может сразу же вот по щелчку как-то мгновению одному утвердить этот диагноз ученые должны поработать какое-то время и только после этого диагноз официальный уже прописывается в бумагах а так конечно мы выгорание знаем намного дольше чем вот несколько лет то есть правильно ли я понимаю что в каких-то странах где работает мкб или дсм там профессиональное выгорание могут выставить прям как диагноз что ты болеешь выгоранием международная квалификация болезни которая вот сейчас только-только появилась и наверное новые диагнозы начнут выставлять там через год-два-три во всем мире так классификация международная во всем мире будет признаваться как болезнь выгорания как болезнь то есть вам официально когда вы идете в поликлинику могут такой диагноз поставить если ваша симптоматика схожа вот с той которая перечислена в этой классификации мне кажется этого момента многие ждут когда наконец смогут официально отдохнуть от своего выгорания а что же все-таки входит в симптомы выгорания как вот понять что ты этим болеешь есть традиционная такая вот триада в психологии первая составляющая это эмоциональное истощение когда человеку начинает испытывать не весь спектр эмоций а лишь какую-то часть вторая составляющая выгорания это цинизм когда мы начинаем относиться к людям ну не совсем как людям да как-то вот к каким-то неодушевленным объектам и третья составляющая красиво она называется редукция профессиональных достижений обыденным языком если говорить что это когда человек обесценивать свою работу когда ему кажется что его работа никому не нужна и самом в профессии не особо-то и состоялся и вот если вы чувствуете первое второе третье можно говорить о том что наверное синдром выгорания у вас сформировался никита давайте мы немножко подробнее остановимся на симптомах так на первый взгляд кажется что все они для нас свойственные все мы в перманентном выгорании находимся давайте поконкретнее расскажем что в каждом из этих симптомов триады подразумевается давайте итак первая составляющая считается что она привносит самый большой вклад в профессиональное выгорание это эмоциональное истощение эмоциональное истощение часто возникает из-за конфликтной среде на рабочем месте если ты приходишь в рабочий коллектив там все ссорятся то скорее всего тебе будет некомфортно если еще агрессия направлена в том числе и на тебя ну тогда ты выгорать будешь намного быстрее и вот этот эмоциональное истощение оно часто проявляется в том что у нас сокращается спектр переживаемых нами эмоций вот если мы посмотрим на детей дети они всегда такие вот они очень искренне они могут плакать когда им хочется плакать они могут смеяться когда им хочется смеяться когда человек выгорает то у него этот спектр он сильно сокращается вплоть до того что иногда человек выдает не ту эмоцию которую он испытывает он может испытывать при выгорании ровным счетом ничего он выдает то что от него хотят увидеть и услышать его собеседники то есть я вот мне рассказали анекдот я знаю что в этом месте надо посмеяться и чтобы выглядеть человеком адекватным я делаю там хихик до в отсутствие выгорания обычно я действительно проявляю эмоцию так как ее проявляют дети вот этот эмоциональное истощение кроме этого можно говорить еще про то что иногда при выгорании будет наблюдаться неадекватно эмоциональное реагирование когда человек будет смеяться увидев и услышав что-то совсем не смешное ну и наоборот может быть равнодушным случае когда надо например посмеяться этот первая составляющая и некоторые исследователи они говорят что это самая главная составляющая выгорания а вот это истощение или неадекватные эмоциональные реакции они связаны только с рабочей деятельностью или распространяются на всю жизнь человека на все его сферы очень хороший вопрос дело в том что вот то что мы сейчас говорим будет характерно для всех людей они обязательно для тех людей кто выгорел но проблема в том что при выгорании мы эту симптоматику будем проявлять не только на рабочем месте а в том числе и в обыденной жизни очень хорошо это проявляется во второй составляющей в цинизме что такое цинизм цинизм это же абсолютно нормальная защитная реакция организма потому что но самый красивый пример который можно здесь привести пример на врачи хирурги если хирург будет думать что перед ним лежит живой человек который прожил долгую жизнь у которого есть семья на там родные люди дети и что от кончиков реально от кончиков его пальцев зависит жизни этого человека я думаю что работать было бы в принципе невозможно поэтому представляя себе на месте хирурга проще всего работать точно так же как ты работаешь на практике этом в анатомичке вот ты работаешь трупом плюс к этому когда идет операция то врачу еще помогают да вот оставляют именно тот орган на рабочий орган и все остальное там занавешивают как-то да вот делать так что было не видно я работаю не человеком я работаю с органом я работаю точно так же как я работаю например с трупом и возникает отношение которые психологи называют отношение субъект объектом не субъект субъектом а субъект объектом и это абсолютно нормально профессиональной деятельности это становится ненормальным когда мы точно так же начинаем себя вести приходя домой когда к нашим близким мы начинаем относиться не как людям а как вот к неодушевленному предмету как мы привыкли делать на работе и вот тогда мы как раз говорим сформировано профессиональное выгорание то есть и речь идет о таком отстранении как будто бы от объектов своей жизни людей до до центов клиентов а например черный юмор так свойственный многим специалистам работающим с людьми это сюда относится или нет конечно в первую очередь черный юмор это вот очень хороший показатель того как человек пытается уберечь свою психику от негативного влияния своей профессиональной деятельности поэтому знаменитый черный юмор врачей он связан именно с этим это какая-то нормальная часть его жизни врачей и действительно механизм протекции такой или один из потенциальных красных флажков проявления выгорания вот в деятельности когда это происходит профессиональной деятельности это можно расценивать как некую норму а вот если это происходит в обыденной жизни тогда да тогда это уже показатель того что надо задуматься все ли вообще хорошо но у тебя на работе понятно и тогда мы переходим к третьему основному симптому третий симптом красиво называющийся редукция профессиональных достижений он связан с тем что человек считает что его работа может быть не очень нужна людям что он на своем месте не так успешен как ему хотелось бы и он начинает различным способом принижать значимость своей работы и своего места в этой работе и говорит что ну может быть я вот после университета просто не туда пошел и мне надо было пойти в другое место я никому не нужен моя работа никому не нужна и вот когда мы начинаем об этом задумываться то это тоже один из показателей того что наверное профессиональное выгорание имеет место быть то есть получается как и при всех психических заболеваниях здесь важна длительность выраженности симптомов и их распространение на разные сферы жизни да совершенно верно и как мы уже сказали есть профессии которые быстрее подвержены выгоранию и те которые выгорают немного меньше скажем так а есть ли такая мысль что если я выгораю на работе значит мне работа не подходит мысли такая есть и ответ на этот вопрос тоже неоднозначен почему потому что можно было бы в такой ироничной манере отдать совет тем людям которые не хотят выгорать ну просто не работайте да не относитесь к своей работе серьезно и вот если вы не будете относиться к работе серьезно если вы будете работать спустя рукава то наверное вы выгорать не будете но это оказывается что это не совсем так и выгорают как те люди которые вовлечены в свою работу на все сто то есть они погружаются туда с головой и работают на износ но выгорают и те люди которые пытаются выстроить какой-то защитный барьер между собой и своей работой и даже если вы будете работать на работе нелюбимой и работать там спустя рукава вы тоже будете выгорать если вы будете работать на работе любимый вы все равно будете выгорать то есть есть одна из мыслей что выгорание в принципе неизбежно и что она неотвратимо то есть как только профессиональное выгорание начинает формироваться максимум что мы можем сделать мы можем замедлить темп развития выгорания но мы не можем его предотвратить такие исследования они были то есть вот в науке действительно были исследования очень большие на протяжении длительного времени которые показали что ну скорее всего обратного хода нет к сожалению а есть еще одна такая профессия неофициально мамой быть вот существует ли материнское выгорание вопрос очень хороший и очень сложный дело в том что изначально люди считали что выгорание может быть каким ну конечно только профессиональным но через какое-то время ученые заметили что выгорание может быть в любой деятельности не обязательно в деятельности профессиональной более того в той деятельности которая предъявляет очень высокие требования к эмоциональной сфере именно в ней выгорание может быть наверное в первую очередь что это за сферы в первую очередь это сфера семейных отношений отношений детско-родительских поэтому конечно же быть мамой там быть папой быть мужем да или женой это это безусловно работа и в этой работе человек конечно же может выгорать никита вы не однократно повторяли что многие факторы влияют на выгорание ну естественно основным здесь у нас будет та деятельность которой человек ежедневно занимается а какие еще факторы выступают как защищающими так и наоборот провоцирующими выгорание я попробую сейчас назвать наверное основные факторы понятно что перечислить их всех это просто утопия но давайте пробежимся по тому что наверное вносит наибольший вклад в наш с вами выгорание есть факторы сугубо индивидуальные но но здесь данные которые представляют нам ученые они разнятся нет какого-то единого мнения исследования часто друг другу противоречат очень часто эти исследования касаются ну скажем половых различий что якобы там мужчины или женщины они выгорают как-то по-разному кто-то больше выгорает кто-то меньше было показано что у женщин в большей степени играет фактор эмоционального истощения тогда как для мужчин больше работает фактор второй это цинизм но в целом нельзя сказать кто выгорает больше мужчины или женщины одним из довольно таки важных факторов является уровень образования как ни странно дело в том что ну на первый взгляд кажется что больше выгорают люди у которых образование ниже но исследования показала и показали что это не так и в большей степени выгорают те люди у которых образование лучше психологи связывают это с уровнем притязаний понятно что если я много учился учился в каком престижном месте я рассчитываю на то что я получу более престижную это высокоплачиваемую работу и когда мои ожидания не оправдаются я начну выгорать есть исследования которые показали что очень важно в выгорании делать перерывы в своей рабочей деятельности и работать может быть там не 12 часов в сутки а меньше то есть вот то сколько мы в день работаем часов и делаем ли мы перерывы это сказывается на выгорании понятно что чем меньше мы работаем и чем чаще мы делаем перерывы тем выгорание медленнее наступает кроме этого какие факторы еще могут работать один из важнейших факторов связан со социальной поддержкой что такое социальная поддержка любому человеку который работает очень важно чтобы общество ценила то что он делает общество вообще да вот в котором он живет чтобы его ценили те сотрудники которые его окружают то есть коллеги и мои домашние поэтому если у меня дома на работе все считают что моя работа нужна и востребована я буду выгорать меньше чем если там государство говорит ну что-то вот ты знаешь ты занимаешься какой-то ерундой либо если мою работу не принимают близкие для меня люди что часто бывает например с психологами когда люди не совсем понимают чем занимается психолог и начинают говорить о том что там что-то как ты работаешь зачем ты работаешь вот что вот это вот все и натыкаясь на такую стену непонимания конечно люди начинают выгорать больше кроме этого еще одним фактором и фактором очень значимым является возможность самостоятельно принимать решение если я понимаю что я всего лишь на все винтик в системе и от меня ничего не зависит я буду выгорать если же я понимаю что я могу как-то влиять на рабочий процесс тогда я выгорать буду меньше еще одним фактором который будет влиять на выгорание это количество клиентов в том случае если вы работаете с другими людьми можно попробовать проиллюстрировать это довольно легко если у тебя классом из 40 человек и ты при этом школьный учитель наверно ты будешь выгорать больше чем если у тебя в классе сидит 10 человек а если ты психолог и там психолог-консультант и тебе надо в неделю там пропустить через себя 50 человек конечно же картина будет принципиально иной нежели ты работаешь с пятью клиентами в неделю но вот этот фактор он неоднозначен почему потому что очень важно не просто количество людей с которыми ты проработал а будет важна глубина контакта с другими людьми чем больше эта глубина контакта тем больше ты будешь выгорать поэтому часто если говорить о людях социономических профессий это профессии типа человек-человек то их могут специально учить взаимодействовать с другими людьми для того чтобы не брать их проблемы не взваливать их на себя что делать крайне просто мы же все люди поэтому всегда хочется встречаясь другим человеком погрузиться целиком его проблемы волей-неволей мы часто это делаем поэтому вот этот глубина контакта является еще одним фактором плюс к этому можно говорить я бы не назвал это конечно эффективностью работы но тем не менее давайте представим себе что вы врач который работает в хосписе и при этом все ваши усилия вот все чтобы вы не делали все равно скорее всего приведут к тому что исход будет увы крайне негативные эти люди они умрут и понимая вот то что я ничего не могу сделать выгорание конечно будет очень большим но если я например работаю в том же самом хосписе психологом и моя задача не сохранить жизнь а скрасить вот эти вот последние там месяц или воды жизни то тогда я могу добиться желаемого и мое выгорание будет не таким ярким как в том случае если я хочу этих людей спасти то есть такой вот момент он тоже имеет место быть давайте еще вернемся к первому фактору который вы назвали про гендерное различие все-таки что способствует выгоранию у женщин и у мужчин если простыми словами говорить говоря о различиях выгорании между мужчинами и женщинами нельзя сказать что представитель какого-то из этих полов выгорает в большей степени но есть данные что для женского пола больше характерно будет эмоциональное истощение как один вот из составляющих а для мужчин у мужчин больше всего выражена выражен цинизм почему возможно потому что для нашего общества характерно что мужчинам говорят мужчина плакать не должен тогда как для женщины больше будет характерно как раз вот это все дозволенность в эмоциональном плане я могу посмеяться я могу поплакать и спектр получается выражаемых эмоций а больше чем у представителей мужского пола именно поэтому возможно женщины будут больше эмоционировать и канал где они будут выгорать в большей степени будет связаны именно с эмоциями тогда как у мужчин вот это вот составляющая основная составляющая будет заключаться немножко в другом в если говорить красивыми научными словами в деперсонализации а говоря обыденным языком то это цинизм а если говорить про ответственность кто вообще ответственен за выгорание может ли сам человек как-то контролировать например условия своего труда таким образом чтобы выгорания не было или это может контролировать работодатель например в большей степени ответственность сложится наверное все таки на работодатель который может создать те условия в которых его сотрудники работники будут выгорать меньше но сам человек тоже может в тех пределах которые ему дозволены выстраивать свою рабочую среду и речь идет не только и не столько о физической среде которые будут это выгорание не то что предотвращать но по крайней мере замедлять интенсивность выгорания давайте как раз и перейдем к профилактике выгорания что делать чтобы не выгореть внезапно начнем мы самого основного с цели работы каждого конкретного человека если вы работаете попробуйте задать себе вопрос я работаю зачем вот какая моя основная цель очень часто мы этот момент просто не обдумываем не рефлексируем мы идем в школу почему потому что ну так надо ну нельзя же не ходить в школу мы идем потом часто учиться в вуз почему ну потому что все учатся и я учусь почему мы идем потом на работу ну наверное надо деньги зарабатывать в эти моменты мы никогда не думаем зачем поэтому очень много проблем в нашей жизни как сказали бы психологи возникают из-за того что мы не имеем какой-то конкретной цели нашей деятельности может быть даже жизни вообще мы ее не рефлексируем то есть мы не обдумываем это и вот первое что надо сделать надо задуматься о том а я вообще зачем работаю для чего я работаю и следующий момент будет связан с тем что выгорание будет меньше в том случае если я на работе получаю то ради чего я на эту работу пошел то есть если я иду в школу для того чтобы зарабатывать деньги и вдруг почему то там денег не оказывается то я начну выгорать да если я работаю в школе не для того чтобы зарабатывать деньги а для того чтобы там нести свет в массы детей учить может быть и при этом я вижу как под моими руками действительно что то меняется и людям становится лучше от того что я работаю тогда я не буду выгорать ну или буду выгорать меньше чем в том случае если я шел за ними за деньгами а там денег нет ну или наоборот я могу приходить на на работу где как мне кажется я сею что-то доброе и вечное до светлая а мне говорят вот те деньги давай вот те гора денег и я тоже буду выгорать то есть здесь деньги как ни странно не играют какого-то крайне важного какое-то крайне важное значение еще одним моментом который может предотвратить выгорание это наличие банального хобби психологи говорят о моно и о поле деятельности о чем это если ваша работа состоит в том чтобы делать что-то одно скажем вы стоите у станка и делаете какую-нибудь одну деталь либо вы там работаете в школе и ведете один предмет и вы не делаете больше ничего и вся ваша жизнь она будет заключаться в чем в том чтобы вести один урок биологии там не знаю шестом классе например или в том чтобы делать левую там правую деталь какого-нибудь механизма если вы будете делать что-то одно вы будете выгорать больше для того чтобы выгорание предотвратить надо найти какой-то еще один вид деятельности который вам бы нравился очень часто это хобби вот опять же наш университет он проводил исследование которое показало что наличие хобби особенно хобби в семье однозначно приводит к тому что выгорание становится меньше каким оно будет все зависит от вас тут прям все в наших руках а есть еще такое мнение что регулярная смена работы там раз в 35 лет тоже профилактирует выгорание это правда с одной стороны да конечно же такой способ может предотвратить выгорание но с другой стороны если подумать что я работаю на той работе которая мне нравится я специально шел вуз для того чтобы научиться какой-то специальности и я хочу работать то может быть все таки не стоит на раз пять лет куда-то уходить и постоянно вот метаться из стороны в сторону а заниматься чем-то одним и при этом пытаться организовать свою работу так чтобы это выгорание предотвратить поэтому с одной стороны способ безусловно действенно и с другой стороны вопросы к нему конечно же есть а как человек может конкретно понять что он выгорел на работе какие красные флаги есть на что каждый может обратить внимание говоря о тех красных флажках которые мы сами можем заметить что можно назвать в их числе это могут быть проявления психосоматики то есть когда у меня начинает болеть голова когда я думаю о своей работе возможно у меня будет очень плохое самочувствие когда я встаю по утрам в будни не выходные когда я понимаю что завтра я могу еще полежать там посмотреть сериал а вот когда я понимаю что мне надо идти на работу и вся подготовка к этому будет очень долго тянуться да я понимаю что но надо проверить лишний раз почту надо залезть почитать социальные сети там новости может быть каким-нибудь выпить лишнюю чашечку кофе причем здесь надо отметить что вот зависимость от психоактивных веществ таких как кофе например алкоголь сигареты будет относиться как раз к тем маркером по которому можем судить о профессиональном выгорании то есть вот в какой-то момент времени мы начинаем замечать что я скажем без кофе я не могу встать потом я понимаю что я без кофе не могу работать а я не могу потребляя столько кофеина в день я не могу заснуть и люди начинают принимать какие-то снотворные потом я понимаю что не могу проснуться я же вечером выпил снотворное и мы входим вот в такой порочный круг из которого бывает очень тяжело выбраться это тоже вот один из показателей выгорания кроме этого мы можем наблюдать что у нас меняется отношение к своим коллегам и возможно клиентам если когда я шел в профессию например я мог считать что но люди они такие замечательные они добрые там умные я буду всех любить и буду здорово работать через какое-то время моя оценка людей начинает снижаться вплоть до того что люди могут избегать контакта с другими людьми вот возможно педагоги за собой замечали что когда они идут на работу они выбирают те пути которыми не ходят их учителя их ученики возможно коллеги и вот попытка избежать коллег и клиентов это тоже один из критериев выгорания может ли человек самостоятельно проводить какой-то чекап грубо говоря раз в месяц пробегаться по списочку отмечает ли он какие-то симптомы в течение месяца или не отмечает чтобы таким образом профилактировать выгорание можно попробовать выдать чуть ли не единственный такой показатель самый важный наверное это эффективность профессиональной деятельности если я понимаю что я начинаю работать хуже и при этом это не единократное какое-то ухудшение да ну я сегодня там стал не стой ноги ой какой-то день сегодня не такой а если это снижение происходит постоянно то надо задуматься о том что что-то здесь не так и если вдобавок мы наблюдаем всю ту симптоматику о которой мы с вами говорили про может быть оскуднение вот этот эмоциональной сферы про то что у меня очень быстро наступает усталость вот раньше я мог работать по 12 часов в день а сейчас я еще работать не начал а уже я понимаю что я устал значит это выгорание иногда люди которые долго работают они могут выгорание наблюдать по тому как они ведут себя на отпуске например в отпуске когда вот первые годы работает и уезжаешь в отпуск потом ты приезжаешь тебе хорошо и ты там целый год на позитиве что опа значит дотяну точно до следующего отпуска проходит летом 10-20 у кого как и ты понимаешь что отпуск кончился и тебе надо отдыхать от отпуска я не могу влиться спокойно в рабочий процесс и работать также эффективно то есть вот эффективность рабочей деятельности уменьшение эффективности является показателем выгорания и есть словосочетание которое иногда называют синонимом профессионального выгорания хроническая усталость в профессиональной деятельности вот хроническая усталость наверное хорошее описание что такое выгорание я перманентно уставший перманентно у меня возможно нет сил даже посидеть с друзьями вот если раньше это было приятно ну что мы пойдем встретимся посидим анекдоты потравим а сейчас я понимаю что вот это вот душевная работа мне же надо с ними встретиться мне же надо будет с ними о чем то говорить мне надо будет слушать что они говорят мне надо будет смеяться а здесь я но я не готов к этому вот я хочу прийти домой лечь включить кино и смотреть там что нибудь но не вот это вот все и тогда вот это будет считаться выгоранием и здесь мы переходим к самому сложному вопросу вот нас сейчас кто-нибудь послушал реально оценил ситуацию в которой он находится и о-о понял что он в эмоциональном выгорании а сил то ни на что нет хроническая усталость ничего не хочется и как исходя и как бы какие тут хобби когда действительно ну вот лучший друг это диван и сериальчик как в этой ситуации себя спасать спасибо за вопрос есть как минимум два пути первый путь как говорится доверьтесь профессионалам у нас есть психологи причем надо помнить что если говорить про москву ну или про крупные города то точно есть бюджетные психологические службы куда вы можете обратиться и помощь вам окажут бесплатно если вам позволяет бюджет вы можете пойти к любому психологу который решит вашу проблему но важно отметить что не всегда и не каждый психолог может помочь это абсолютно не панацея если не подошел один специалист стоит обратиться к следующему или попробовать другие методы лечения мне кажется это важное добавление и переходим тогда ко второму пути решению проблемы и так человек может попробовать помочь себе самостоятельно как это можно сделать одним из таких способов является попытка наверное а сформировать вокруг себя круг тех людей которым будет интересно то чем вы занимаетесь которые будут разделять с вами те ценности которые у вас есть то есть по факту то что надо сделать надо найти круг единомышленников мы с вами говорили о социальной поддержке и если вам ее не хватает или вам ее недостаточно в той среде которая есть вокруг вас надо сделать это самостоятельно надо найти тех людей которые просто разделяли бы вот ваши мысли и тогда вам станет чуть чуть попроще хорошо если таких людей вы найдете на своей работе но даже если нет можно сделать это за ее пределами кроме этого безусловно можно найти хобби не связанные с вашей работой и тоже это каким-то образом будет снижать уровень вашего выгорания еще одним моментом на котором можно остановиться более подробно и который уже не является таким вот абстрактным наверное для того чтобы предотвратить выгорание человек может научиться хвалить себя за работу почему это так важно потому что для многих людей характерно крайне критично к себе относиться а когда что-то положительное в нашей работе есть мы расцениваем это как должное и пропускаем это просто мимо никак не рефлексируя этот момент как только мы где-то ошибаемся то внутренний критик он сразу же вступает в дело а вот здесь то ошибся и мы начинаем себя корить за эту ошибку понятно что мы не можем не ошибаться мы же люди поэтому надо уметь понимать вот те моменты где мы ошиблись и безусловно исправлять их но также очень важно уметь себя хвалить за то что мы сделали что-то хорошо и самопохвала она вполне может работать да вот сейчас я сделал я хорошо поработал я скажу себе молодец никита ух какой-то молодец да это айда пушкин айда сукин сын и вот эти вот самоподкрепление они будут очень важны хорошо если вокруг нас будут те люди которые тоже могут нас похвалить но если их нет тут это вот такая рефлексия своих удач она тоже очень очень важно в любой работе есть какие-то аспекты которые нам нравятся и которые нам более близки и есть то что делать не очень приятно вот мне как преподаватель например приятно читать лекции но не очень приятно заполнять бумажки я не умею это делать и понятно что если я буду концентрироваться на том что я не умею ну возможно я научусь заполнять бумажки но тогда наверное буду чуть хуже читать лекции поэтому если вы можете это сделать это важное замечание если вы можете делегировать то что вам не нравится кому-то другому то ваше выгорание она будет идти чуть меньше важно сделать одну ремарку что у нас был целый выпуск санны хоперской который был посвящен любви к себе отношениям с собой и про ответственность до которую человек вообще несет за себя за свою жизнь и как важно себя хвалить слышать свои желания и мысли поэтому мне кажется что для тех кто заинтересовался этой темой который сейчас никита сказал то вот можно пойти и послушать наш предыдущий выпуск который полностью посвящен этому никита есть два термина в интернете эмоциональное выгорание и профессиональное выгорание есть между ними разница или же это синонимы можно эти два понятия развести следующим образом эмоциональное выгорание это часть профессионального выгорания и вот если брать составляющие выгорания профессионального выгорания мы увидим что первое составляющие эмоциональное истощение и по факту это и есть то что мы можем назвать эмоциональным выгоранием иногда можно в литературе встретить совосочетание психическое выгорание и вот это уже будет фактически синонимом профессионального выгорания Почему практически синоним профессионального выгорания? Вот так, как мы уже сказали, что выгорание возможно в любой деятельности, не только в профессиональной. Если мы говорим про выгорание в учебной деятельности, в семейной деятельности, то это выгорание будет психическое выгорание. Выгорание на работе – профессиональное выгорание. А эмоциональное выгорание – это частный случай психического и профессионального выгорания. Ну и завершающий вопрос. Книжный рынок литературный наводнён большим количеством литературы, посвящённой психологии, психотерапии, самопомощи и всему прочему. Выгорание является одной из популярных тем сейчас. Есть ли что-то действительно качественное, посвящённое этой теме? Или же большинство литературы — это профанация, которая не стоит внимания читателей? — Проблема, которую вы понимаете, проблема очень серьёзная, которая касается, в принципе, популяризации психологии. И, к сожалению, отечественных авторов, которые популяризировали бы психологию, их не так много, как хотелось бы. И вот в области выгорания есть книги, которые довольно-таки легко читаются, но, тем не менее, они не являются популярными. И можно обратиться к таким авторам, как Водопьянова, Ореол. У них есть монографии, которые посвящены проблеме выгорания. В принципе, если кто-то хочет разобраться в этом, то читать эти книги вполне можно. Другое дело, что не надо ждать, что они будут написаны как роман, каким-то очень там лёгким языком. Но, тем не менее, они вполне читабельны. — Отлично. Значит, всё-таки шанс получить качественную информацию у наших читателей есть. Мне кажется, это хорошая новость. Никита, спасибо, что сегодня вы были с нами. Нам сегодня в ходе этого диалога стало ясно, что же такое профессиональное выгорание, чем оно отличается от эмоционального, и что вообще там есть какая-то разница между этими терминами. Мы также обсудили, какова симптоматика выгорания, ну и, наверное, самое важное, как его профилактировать и что делать, если ты всё-таки уже знаешь, что у тебя есть эти симптомы. Также важно отметить, что, конечно же, мы всё меряем через себя, через своё нормальное обычное состояние. То есть, если мы понимаем, что обычно я не склонен много общаться с людьми, не очень хочу ходить на работу и больше работаю, и предпочитаю дистанционный формат работы, то мы всё меряем относительно своей собственной нормы, чтобы не навешивать на себя излишние такие ярлыки, как эмоциональное выгорание, социофобия или что-нибудь в таком духе. Ну что, Никита, ещё раз спасибо вам за нашу сегодняшнюю встречу, дорогие зрители и слушатели. Спасибо, что были с нами, оставайтесь с нами, подписывайтесь на все наши социальные сети, на все наши каналы, где вы хотите нас слушать и видеть. Спасибо, что были с нами сегодня, и всего хорошего. До свидания. До свидания. Да, Никита, спасибо большое. Вам спасибо, что пригласили.